Мы зарываемся в телевизор вместо того, чтобы сидеть молиться, заниматься духовной практикой. Мы чем занимаемся? Мы развлекаемся. Сидим и просто ищем развлечения. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп! О, задело. Всё, моё. Пошло наслаждать мои чувства, смотрю. Ну, надоело. Давай посмотрим в другом месте где-нибудь. А в это время жизнь проходит. И для чего она предназначена? Для работы над собой, для того, чтобы стать счастливым. Жизнь предназначена для этого. Но счастье в телевизоре не заключается. Счастье возникает, когда человек работает над собой, он молится, устанавливает. Работа над собой не означает издевательство, поверьте мне, это не издевательство. Это настоящий нектар, настоящая жизнь. Человек по-настоящему вкусил счастье, закаливание. Он испытывает счастье от закаливания. Но сначала яд идёт, тяжело закаливаться, потом нектар. Правильно. Сначала яд постов идет, тяжело посты соблюдать, потом нектар, человек чувствует от постов нектар. Сначала яд идет от того, чтобы прощать и молиться, потом нектар, молитва становится очень сладкой. Человеку нравится думать о хорошем в другом человеке, так постепенно он расцветает, становится счастливым в жизни очень. Но по телевизору это не показывают, потому что для чего нужен телевизор? Для того, чтобы удовлетворять наши эгоистические желания. На этом строится весь бизнес современный. Для этого нужны телевизоры, интернеты. Нигде не говорится о самосовершенствовании, потому что эта тема какая? Невыгодная. Я пытался в Москве сделать 6 лет передачу о семейных отношениях. Как только узнавали, о чем я буду говорить, сразу все отказывались. Говорят, это не будет востребовано, мы не сможем сделать успешную популярную передачу. Почему? Потому что выгодно показывать только то, что развлекает людей. Поэтому телевизор это не то место, где мы счастье можем получить, к сожалению. Хотя должно быть тем местом. Средства информации должны быть предназначены для развития людей. Единственное, как бы, это развитие, это единственное. Я помню, я приезжал на одно телевидение, там постоянно шли передачи по медицине, по развитию людей, различные передачи по развитию. Очень хорошее телевидение. Как называется? Я уже забыл. Здесь в Москве есть такой канал один. Постоянно передачи вот такие по развитию идут. Ну, я уже забыл, не понял. Ну, ладно, не важно. А, да, по-моему, канал здоровья, по-моему, да? Что это такое? Я не помню. Я уже, извиняюсь, у меня память плохая. Надеюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...